Да, пришло все-таки время снять видео, ответы на вопросы. Всем привет! Я решила с вами сегодня просто поболтать. Наливайте себе что-нибудь, что вы любите. У меня, допустим, молоко. Сегодня будет 10 вопросов. На самом деле мне нравится в России. Пока меня все устраивает, знаете. И уезжать куда-то в другое место я, конечно же, не планирую. Имеется в виду другая страна. Честно, да и честно никто не зовет. Но на самом деле это не проблема. Звать звали, но я не хотела. Сейчас я бы, может быть, и рада, но уже не считаю это чем-то таким важным и нужным. Да, всем девушкам хочется, и мне в том числе, примерить на себя свадебное белое платье, поучаствовать в таком торжестве, побыть королевой один или там сколько, два вечера. Но посмотрев реально на это, я понимаю, что все это такая наигранность, все это такая ширма, за которую прячутся реальные отношения, реальные проблемы людей. Многие, кто играют в шикарные свадьбы, год-два, кому сколько отмерено, разводятся. Я так не хочу, я могу прожить всю жизнь без штампа, если я знаю, что этот человек именно мой. Мой не в том плане, вот я чувствую, что он мой. Душевно, морально, я не знаю, еще как-то. Нет, это все такие какие-то аспекты, которым не стоит доверять и следовать. Я считаю, человек твой, когда тебе комфортно с ним, когда ты чувствуешь себя за ним, как за стеной. Идеально ни у кого никогда не бывает. Все ссорятся, у многих недопонимание, расставание. Потом опять сходятся люди, снова живут. Это все нормально, это жизнь. Верить в сказочки, что я два вечера в красивых платьях посверкаю, мне будет счастье, я не верю в это. Но это опять же в силу моего возраста, потому что когда мне было лет 10, наверное, 7, я мечтала о свадебном платье, об этом вечере. Я даже планировала как-то свою свадьбу, как она будет. Мечтала, вернее, не планировала, мечтала. Мой возраст просто берет свое, и уже в силу вступают не мечты какие-то больше, а рациональность и реальность преобладает. Я даже не вижу смысла сейчас тратиться на такие свадьбы. Я бы лучше на эти деньги поехала в путешествие после росписи, либо со своим избранником, либо его и мои родители. Все вместе поехали отдохнуть. На данный момент я живу в городе Воронеже и планирую также остаться пока здесь. Ну, а что будет дальше, я даже сама не знаю, поэтому этот вопрос как бы не ко мне. Блин, мне 30 лет, будет вот в ноябре 31. Я так понимаю, эти вопросы пишут какие-то новички на моем канале. Смотрите старые видео «Ответы на вопросы», если, конечно, вам не трудно. Но мне не трудно ответить, поэтому я ответила, и... Welcome! Ну, я не могу снимать больше парня, я уже об этом говорила. Всему свое время. Мне там предложили, чтобы я снимала просто хотя бы какие-то наши разговоры, разговоры, может быть, шутки какие-то, и его голос был просто за кадром, либо его руки просто как-то так. Давайте как-то постепенно будем это делать. Вот сейчас уже такие интересные. Некоторые, оставляя комментарии на моем канале, под некоторыми видео называют меня малолеткой. Опять же, я заметила, что это проскакивает под видео, в основном, где ответы на вопросы, либо просто какие-то рассуждения. Допустим, о диете у меня есть видео, о мужчинах, какие они должны быть, да. Кстати, здесь был еще один вопрос. Старая кошелка. Опять же, такие комментарии мне пишут часто под теми видео, где я что-то о красоте пытаюсь рассказать, как-то дурачусь, я не знаю, шучу. Я якобы старая кошелка, а пытаюсь молодиться. Якобы уже не по возрасту мне себя так вести. Так вот, я бы хотела просто это все подытожить. Я не хочу быть старой кошелкой. Я не хочу даже в 60. Не то что выглядеть старой кошелкой, я не хочу рассуждать, как бабка старая. Ну, не знаю, к примеру, будут модные помады космического оттенка какого-нибудь, серебристо-перламутровые. Это не значит, что я буду краситься в эти модные оттенки, да. Хотя можно найти и под свой возраст определенный оттенок. Никаких мини в 60. Раньше еще, когда мне было 16, мне казалось, что 30 это уже реально возраст. Это уже возраст. Сегодня, когда мне 30, ну, я чувствую себя на 16. Какие-то нормы, критерии, по которым все судят, по которым все считают, что так положено. С чего вы взяли, что так положено? Я хочу жить свободно. Я не хочу загонять себя в рамки. Если вы на это сподобились, если вас это устраивает, вам комфортно, блин, да я не против. Я, в принципе, понимаю такие выражения. Людям просто не нравится, когда взрослый человек ведет себя взбалмошно. Но когда это было преступлением? Честно, меня вообще не заботят. Кто как себя ведет? Кто? Что? Почему? Мне главное, чтобы я гармонировала сама с собой. Вот что главное. Когда вы сами собой недовольны, получаются вот такие вот комментарии. Это даже не вопрос, а, наверное, утверждение. В предыдущем видео «Ответы на вопросы» я сказала, почему я не могу сейчас работать, о причине моей неработоспособности. И это временно. Планы есть. Я планирую разобраться с делами, которые у меня сейчас есть, и искать работу. Где буду жить и чем заниматься дальше? Буду жить пока в Воронеже. Искать работу тоже в Воронеже. И чем буду заниматься? Ну, наверное, дальше буду заниматься YouTube-каналом. Также у меня в планах все-таки доснять видео про Украину. Когда мне не будет о чем снимать в скором времени, я, конечно же, вот обязательно займусь этими видосами. Ну, да, как-то так. О, уже окончательный вопрос. А то я, наверное, вас уже замучила. Кстати, мне этот вопрос задал такой интересный человек, который мне предлагал совместную работу. Я отказалась от нее. Я не вижу себя в том, что мне предложили. Я уже как-то давно говорила, почему... или не говорила, почему я начала вообще снимать видео. Мне было скучно. Мне не с кем было поговорить. Я жила в другом городе. Не в своем родном городе. А в родном городе моего молодого человека. У меня не было ни подруг, ни друзей. Ну, кроме его друзей. Именно пацанов. И, соответственно, я начала вести свой канал. Я начала делиться своими какими-то впечатлениями, мнением о косметике. И, кстати, да, я стала скупать просто горы косметики, которая у меня накапливалась, лежала, даже протухала, не успев попользоваться ею. Да, было и такое. И все, опять же, я приобретала только за свои деньги. Я вообще за то, чтобы купить то, что мне нравится и то, что мне хочется, чем вот так вот извиваться перед какими-то партнерами, которые с тебя веревки вьют и пытаются тебе что-то навязать, заставить что-то сделать. Я хочу делать что-то сама. И также некоторые личности считают, что у меня на канале сплошная реклама. Абсолютно все, что я показываю на своем канале, в своих видео, это все куплено за мои личные деньги. Я, кстати, раньше хотела, чтобы мне присылали на обзор всякие штуки, особенно косметику, когда я занималась только вплотную косметикой. Сейчас, честно, я понимаю, что это такой геморрой. Мне много присылали предложений. Я от всех отказываюсь, потому что я не вижу смысла. Особенно, когда мне присылают какие-то сайты, которые пытаются раскрутиться. Говорят, выберите один продукт. Да, бывают сайты с офигенными продуктами, каких-нибудь люксовых марок. Мало того, что выбрать одну какую-то вещь, когда тебя загоняют в рамки, в какие-то сроки, какие-то заоблачные вообще просьбы снять видео. Я так не могу. Я очень творческий человек. И мне вот реально, когда муза нет, нет ничего. Если есть муза, все супер. Так что в моих видео нет рекламы. Все, что вы видите в моих видео на моем канале, это все мое. И когда я что-то советую, это значит, я пользуюсь этим на 100%, потому что у меня немного всего. В целом-то мне и нравится поэтому снимать видео. Нравится само общение. То, что мы можем делиться информацией какой-то. Можем посочувствовать где-то друг другу, что-то подсказать. И я рада, что я где-то кого-то мотивирую на что-то. Я рада, что я поднимаю кому-то настроение. И тем самым вы меня мотивируете. Но вы больше мотивируете на какие-то идеи. Так как мне говорят некоторые спасибо в комментариях, я хочу также вам сказать просто в этом видео спасибо, что вы своими вот такими комментариями меня мотивируете на последующие какие-то идеи. И это все вопросы. Я надеюсь, что ответила на все вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Продолжение следует...